А в нашей передаче новость номер один. Александр Исаевич Солженицын прибыл на Томскую землю. Итак, 20 лет спустя, великий русский писатель, Нобелевский лауреат, бывший житель Томпы, Солженицын в России и здесь, в Томске. И первая встреча с председателем Томского мемориала, распорядителем фонда Солженицына Вильгельмом Фастом. Возвращение писателя через всю Россию в Москву, задуманное им еще 10 лет назад, и начавшееся 27 марта из Владивостока, вероятно, продлится не меньше месяца. В пути Солженицына сопровождает сын Ирмалай. В программе трехдневного пребывания в нашем городе встречи с учеными, врачами, студентами, рабочими, крестьянами. Обо всем этом мы обязательно расскажем в наших следующих выпусках. Кстати, помощь в организации пребывания Солженицына в Томске оказывает Юрий Гальвас, генеральный директор акционерного общества «Ролтом» по просьбе швейцарских друзей. А вот так встречали самого знаменитого гулаговца Томичи. Спасибо, я очень тронусь встречу. Спасибо. Привет, Ивану Денисовичу. Мне уже заболели цветами, уже заболели. Александр Ильич, наверное, самый старый гулаговец, 92 года. О, 92 года, да. Мы с вами вместе повидаемся. Ох, осталось, все осталось. Ну и гостиница у вас Октябрьская. Да, от этого никуда не уйдешь. Везде улица Ленина, Карла Маркса. Да, на Маркса она. Скажите, пожалуйста, это было ваше желание сюда приехать? Ну, конечно, желание. А что же думаете? А что же... А, нет, это по моему плану я. Скажите, вы думаете, что вообще-то предполагает? Ну, еще не точно, не знаем точно, когда послали. Понятно. А Новосибирск, а потом еще какие города? Ну, тоже меняется буквально. Ну, наверное, в Омске будем. Устали? Нет. Нет? Александр Солженицын посетил совхоз Томский и птицефабрику Межинянскую. Под сенью Ленина встретились последовательный антикоммунист Солженицын и руководители крупных пригородных хозяйств Кошель и Ювченко. Речь, естественно, шла о хозяйственных проблемах. Писатель слушал и записывал, а хозяин кабинета Петр Петрович рассказывал о конкретных проблемах некогда высокорентабельного и прибыльного объединения, ныне не справляющегося с экономическими проблемами. Рассказ о нелепой налоговой политике, высоких ценах на энергоносители, перешел в выводы и обобщение относительно сельхозпродукции с Запада. Ну если там сегодня молоко стоит 6 марок в Германии, литр молока, а у нас масло продают за 3 марки, германское, это что, любовь? Он говорит, нет, милый мой, вот у вас у русского народа есть мания величия, вы считаете себя великой нацией, вы уже стали колоней. На память гость оставил свой автограф, а колбаса, предложенная на пробу, по крайней мере, журналистами, была оценена. Далее гостей принимал Портнов, хозяин Межениновской птицефабрики. Переодев, как положено в белой накидке, делегации рассказали и показали производство, которое снабжает томичей, яйцами и бройлерными цыплятами. И уже в кабинете состоялась встреча с фермерами и главой администрации Томского района Павлом Грачевым. В основном речь шла о готовящейся земельной реформе, собеседника волновал вопрос о том, не окажется ли земля предметом купли-продажи и всего лишь средством обогащения тех, кто имеет большие деньги. Не получится ли так, что работающие на ней окажутся у разбитого корыта? Что я буду возвращаться вообще, я бы не сомневался, что я буду возвращаться через Дальний Восток, я решил так даже 20 лет назад, а что вот меня так тепло будут встречать, нет, я этого не предполагал. Солженицын остается верен себе. Никаких протокольных встреч, личное общение, собственные впечатления о России, в которой его не было 20 лет и где о нем ходят легенды. Наверное, поэтому не было на проводах, в отличие от встречи, представителей местной власти. Среди провожающих в основном те, кто читал его запрещенную литературу, его книги в самой сдате. Да, у меня Томск продолжил серию моих сибирских впечатлений и в том же направлении, но очень много личных уточнений, личных встреч, которые, собственно, и создают плоть знания. На многочисленных встречах в Солженицыну часто обращались за помощью, уже не как к писателю, а как к ходоку, передать там в Москве. Было ли у вас уже приглашение о встрече с Ельциным или с кем-нибудь из властей, поскольку вам очень много напутствий дается? На путьстве мне много дается, и встречи вообще будут неизбежны на многих уровнях и со многими людьми. Это, конечно, без этого просто уже не избежать. Нельзя мне пройти. Без путь до столицы Александра Исаевича сопровождает сын Ирмалай, оператор и соавтор Говорухина Юрий Прокофьев и бригада американской телерадиокомпании BBC. Любопытно, что и сейчас в продвижении бывшего ЗК возникла проблема. Уже из Министерства путей сообщения пошли звонки. Вагоны не оплачены с Владивостока. Ну а Солженицын такой, как всегда. Это другое дело, что коммунисты быстро сообразили, в этом день перестроились и из угнетателей стали защитниками народа вот до такой степени. А что коммунисты делают на этом свою карьеру и свою авантюру, это другой вопрос. Никогда не думайте, так, вот я сейчас скажу, а кому это выгодно, а кому не выгодно. Да плевать, если вы говорите правду, вы не говорите. Кому выгодно, кому не выгодно, кто использует, кто не использует. Это совершенно не имеет значения. Правду говорите, правду говорите. Ложку не надо говорить. Только не врать. Вот только не врать. А за вранье надо... За язык. Спасибо. Спасибо. Спасибо.